Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня новиночка, то, что никогда не было на моем канале. Это называется Ход Урита Кани. Слыхали? Ибунита! Ну что, нажрёмся сегодня. Вчера мы были с мамочкой на дне рождения. Такое, знаете, семейное торжество. Дети и все дела. Ой, как пахнет. Обожаю ананасовый сок. Обожаю. Чуть он не упал. Пошёл к чёрту. В общем, что пробанём? Приступим. Давайте начнём с Бунита. Я их обожаю. Раньше ненавидела. Это с сушёной рыбкой. Я раньше не понимала, как это можно кушать. А сейчас я не могу. Обожаю. Офигенное хобби. Просто улёт. Очень вкусно. В общем, мы с мамой были на дне рождения. После того, как мы вернулись, мама начала меня отчитывать. Мама говорит, у тебя в гардеробе нету вещей, которые сочетаются между собой. Опять начала меня ругать. Она мне говорит, у тебя нету пальто. Ну, действительно. Пальто у меня нету. Мама говорит, надо купить высокие сапожки. Я так посмотрела на тебя среди всех людей. Мне так стыдно стало за тебя. Ты одета так безвкусно. Мама уже который раз говорит, давай пойдём в какой-то хороший магазин и купим тебе что-то классное, что нравится мне. Я выберу. В общем, мама меня отчитывает. Я знаю, что вы согласитесь с ней в комментариях. У меня мама такой человек, она не любит много одежды. Любит, чтобы у неё, например, было 10 вещей. Но все эти 10 качественные, и она, наверное, их будет носить лет 10. Даже когда была мелкая, я всегда смотрела на маму, на её косметичку. У неё в косметичке две помады, один карандаш для глаз и один тон. Всё. И по сей день мама такой человек не любит, когда всего много. Много хлама. У неё есть платье, которое она купила дороже, чем мой телефон на тот период. Но носит уже 10 лет. А я так не люблю. Я так не могу. И мама постоянно со мной из-за этого ругается. И в комментариях вы тоже пишите о том, что нет. Мама права и так далее. Я, конечно, понимаю, что, возможно, я где-то там не права. Но мне не нравится то, что выбирает мама. Мне не нравится то, что вы скидываете мне. Мне в душе хочется носить то, что нравится мне. Но я получаю критику, и мне становится обидно, и хочется как-то исправиться. Но пальто у меня действительно нет. И пальто действительно я хочу купить уже давно. Мама говорит, давай купим тебе шубу. Я говорю, какая шуба? Я реально оборачиваюсь назад и понимаю, какой же я дурочка была, когда купила себе жилетку натуральную. Блин, это же вообще жесть. Я видела видео, как мучают этих животных, убивают из-за их шкуры. Это вообще кощунство. Натуральный мех категорически. Я против. Но какое-то пальто купить можно. Если вам интересно, я могу снять этот день. День шоппинга. Как мы идем с мамой, что она мне подбирает. В этом плане мы с мамой очень разные. Мне быстро вещи надоедают. Очень быстро. Даже элементарно прошлогодние вещи. Без разницы. Дорогие, дешевые. Я однажды купила себе брюки. Очень дорогие брюки. Поносила их один сезон. И следующий сезон мне они уже перестали нравиться. Потому что они были на низкой посадке. А потом стало модно на высокое. В общем, я такой человек. Я не привязана к вещам. Я спокойно могу кому-то что-то подарить из своего гардероба. Могу один-два раза поносить. И у меня, например, эта вещь валяется. И я чувствую себя счастливой от этого. Чем больше у меня одежды, я чувствую себя счастливее. Я люблю, когда есть выбор. Выбор во всем. Там в косметике, в одежде, в обуви. Много должно быть всего. Но я хочу себе дорогие, хорошие кроссовки. И хочу хорошее пальто. Пальто однозначно хочу. Потому что некоторые платья совершенно не сочетаются с моими пуховиками. Очень похоже на ролл. Просто разрезанный вот так. Интересная вещь. Много. Увидела на фотографии. Мне пришло точно такое же, как на фотографии. Иногда бывает, смотришь на фотографии одно, приходит совершенно другое. Какое-то помятое. Подтекшее. Мама за капсульный гардероб. За минимализм. И всю жизнь у нас с мамой из-за этого недопонимания. Мама не понимает, зачем мне, например, 30 помад. Я сама тоже не понимаю. Но я люблю, когда много. Я, знаете, такой хомячок. Я все собираю. Конечно, я головой соображаю, что... Скорее всего, я не успею использовать все. И там срок уже поджимает. Ну, когда я вижу скидки, это прям нечто. Кстати, на Шейн сейчас скидки. Я сделала заказ. В этот раз большой. Не знаю, буду ли я вам показывать или нет. Но это уже зимние вещи. Вкуснотища. У меня сломался ноготь. Вот этот. Я сегодня записана на лазер. Столько дел у меня за сегодняшний день. Еще скоро у нас День Победы. Я взяла у своего парня форму военную. Я хочу пару видео в ТикТок снять. Таких патриотических. Но я, более, не успеваю. Я эту форму взяла месяц назад. Прикиньте, до сих пор не сняла видео. Здесь крабовая палочка. Рис, листья салата. По-моему, огурчик. В общем, обязательно надо снять видео. Потому что не просто так же я брала у парня форму. Еще мы должны сегодня увидеться с парнем. Потому что он на меня уже обижается. Что мы не видимся. Так же и с подружками, если честно. Я ни с кем не вижусь в последнее время. С Желли только переписываемся. Обо всем я ей рассказываю, докладываю в подробностях. Но я должна уже давненько к ней в гости пойти. Чего-то никак. Вот реально. Вкусно. Вы знаете, моя проблема заключается в том, что я не умею правильно распределять свое время. Я элементарно проснулась, открыла глаза. Я не могу сразу встать с кровати. Я еще где-то, наверное, полчаса, а может даже час буду просто валяться. Лазить в инстаграме, лазить в тиктоке, в ютюбе. Туда-сюда. И вдруг, смотри, уже время 12. Быстро-быстро. То есть я не собранная. Абсолютно. Надо составлять четкий график дня. Что я как, где буду делать, чтобы больше успевать. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. И обязательно пишите в комментариях, вы тоже за минимализм или тоже, как я, хомячок, все собираете. Всем пока!